Теперь добавим в нее записи. Нажимаем на вкладочку «Вставить» и добавляем. Здесь по умолчанию он нам разрешает добавить две записи. Первая запись у нас будет первая наша категория. Перейдем к нашей существующей табличке, посмотрим ее содержимое, обзор. Главная категория – телефоны. Parent ID равен 0. ID мы не указываем, он у нас автоматически станет единичкой. Parent ID пишем 0 и Name – телефоны. А вторая запись – планшеты. Parent ID тоже 0 и называется она «Планшеты». Пишем parent ID 0, значение «Планшеты». Нажимаем «Ок». Запрос выполнился. Теперь у нас активная вкладка «Обзор». Нажимаем «Обзор» и видим содержимое нашей таблички. Наши две записи. Теперь давайте создадим все остальные записи. Следующая у нас категория, которая является подкатегорией телефонов – телефоны Samsung. Нажимаем вкладочку «Вставить». Parent ID у нас уже будет единичка. Name – телефоны Samsung. Далее. Телефоны Apple. Тоже parent ID является единицей. То есть является подкатегорией телефоны. Ставим parent ID единицу подкатегорией телефоны. И name – телефоны Apple. Нажимаем «Ок». «Ок». Еще раз посмотрим обзор. Вот видим, что добавилось еще две категории, которые являются подкатегориями нашей первой главной категории – телефоны. Также теперь давайте самостоятельно добавим остальные категории – планшеты. Вот что в итоге должно у вас получиться. Точно такое же и должно быть у вас. На данной страничке мы видим, как располагаются данные записи в нашей табличке категории. Вот таким вот образом они здесь хранятся. Теперь перейдем к самой интересной части. Это каким образом получать эти данные. То есть к SQL запросам. К языку SQL. Язык SQL – очень простой язык. Используется для выборки данных из таблиц. Также для удаления данных и так далее. Для манипуляции с данными в таблицах. Он очень прост. И если вы знаете английский язык, то вам будет очень просто его освоить. Если же английский язык вы не знаете, то это еще лучше для вас. Значит, вы узнаете несколько очень интересных слов на английском языке. Итак, давайте приступим к получению данных из таблиц. К основам SQL. Переходим на вкладку SQL. И самый простой запрос у нас здесь автоматически появился. Давайте разберем данный запрос. Select, звездочка, from, название таблицы, категории и условия. Условия нас пока не интересуют. Мы его удаляем. Что это означает? Дословно это означает следующее. Выбрать. Звездочка означает все. Выбрать все из таблицы категории. Нажимаем ОК. И получаем все данные. Всю нашу табличку. То есть в данной выборке мы никаких условий не ставили. Мы просто сказали выбрать все данные. Это был самый простой запрос. Теперь давайте немного усложним. Запишем условия для выборки. Первую часть оставляем без изменений. Первая строка у нас говорит о том, что выбрать все из таблицы категории и where, где, пишем условия, где ID равен 2. Выбрать все данные из таблицы категории, где ID равен 2. Это у нас сейчас будет одна запись. Нажимаем ОК. Получаем одну запись планшеты. ID у этой записи равно 2. Далее давайте напишем немного другой запрос. Нажимаем сначала обзор. Посмотрим табличку. Давайте выберем все категории, которые являются дочерними к категории телефона. То есть дочерние категории телефона это те категории, у которых parent ID равно 1. Переходим на вкладку SQL и пишем условия, выбрать все из таблицы категории, где parent ID равен 1. Нажимаем ОК. И получаем все дочерние категории, категории телефона. Третьим запросом мы выберем все главные категории. То есть нам из всего нашего списка нужно выбрать главные категории, то есть все категории, которые являются родительскими категориями. То есть у которых parent ID равен 0. Переходим на вкладку SQL и пишем выбрать все записи из таблицы категории, где parent ID равен 0. И с помощью такого запроса мы получаем все главные категории. На этом данный видео урок закончен. В других видео уроках мы продолжим изучение языка SQL, более сложные конструкции, новые конструкции, удаление, обновление записи, выбор по особым параметрам, по сортировке и так далее. Все-все будем изучать постепенно. От простого к сложному. Теперь, друзья мои, важная часть это домашнее задание. Когда вы изучаете PHP вместе со мной по моим видео урокам, запомните одну простую истину. Я вам указываю путь и даю необходимый минимальный набор знаний, с помощью которых вы сможете научиться создавать сайты. Но, тем не менее, саморазвитие никто не отменял. И нужно из каждого урока брать, во-первых, то, что я вам даю. Все практически должно быть понятно. Если непонятно, почитать или написать мне письмо, поинтересоваться, что да как. И еще немаловажный момент это самообразование. Самообразование. Что я вам посоветовал в качестве домашнего задания, домашнего самообразования к этому уроку. Во-первых, почитать, что такое MySQL. Википедия или еще где-то. Далее, что такое таблицы. Типы MySamp inDB, чем они отличаются. Что такое UTF-8 General CI, как мы видим из подсказки Unicode, многоязычный регистр независимый. Какие еще бывают, почему мы выбрали именно этот. Может быть, вам покажется, что какое-то другое сравнение было бы более логичным. Но пока, тем не менее, даже если он вам покажется, все равно оставляйте так, как я вам показываю, чтобы у нас все шло одинаково. В дальнейшем, после того, как вы пройдете мой видеокурс, вы уже можете оптимизировать так, как считаете нужным. Потому что вариантов оптимизации очень много, вариантов проектирования тоже очень много. Каждый может придумать по-своему. Одного какого-то алгоритма не существует. Предположим, мне кажется, что это будет логично и проще так, а вам может казаться по-другому. И вы, и я одновременно будем правы в своих суждениях. Далее, в двух словах почитайте о самом SQL, о запросах, а именно то, что мы с вами использовали. Те запросы, которые мы с вами писали. Прочитайте про SELECT, про FROM, про вот эту вот звездочку. Почему мы звездочку использовали. Забегая наперед, я скажу, что здесь мы могли просто перечислять поля. Name в любом порядке. ID и parent id. Вот так. Получили бы те же данные, но вот те же яйца, вид сбоку, скажем так. В принципе, глубоко сейчас углубляться не надо в этом самообразовании, так как мы постепенно-постепенно все будем изучать. Цель вашего домашнего задания – лучше усвоить данный урок. То есть рассмотреть его уже со всех сторон, не только с той стороны, которую я вам показал. Еще один момент. Скорее, его нужно было сказать в самом начале, но ладно, скажу в самом конце. Предположим, если у вас phpMyAdmin по каким-то причинам не запускается, не работает, в первую очередь проверьте ваш XAMPP, Control Panel, MySQL должен быть запущен. Если MySQL запущен, а тем не менее не работает, значит что-то с установкой XAMPP. Либо что-то недоустановили, либо какая-то непредвиденная ошибка. В таком случае потребуется просто переустановить XAMPP. На этом все. С вами был Дмитрий Афанасьев. Всем спасибо за просмотр. Пока.